Мы сегодня пригласили еще одного партнера, который заключил партнерство с нами не так давно. Это компания Norbit. Николай Савельев, коммерческий директор, расскажет о том, как они с нами решили дружить и что они видят в будущем от этого сотрудничества. Спасибо, Артем, с повышением. Я зам пока. Окей, коллеги, всем добрый день. Большое спасибо, что пришли. Знаете, буквально почти месяц назад я был в гостях у нашего любимого вендора. И мне Артем говорит, Коля, а давай ты выступишь на мероприятии с каким-нибудь докладом. Я задумался, а что может быть в принципе интересно достопочтенному собранию. И подумал, что надо поделиться опытом, каково это быть мультивендорным партнером. Поэтому так и называется. Дар или проклятие. Как же мы, коллеги, до этого дошли? На самом деле два слова про Norbit. Мы полувозрелая компания, нам уже 19 лет. На текущий момент нас зашел специально в BI, посмотрел 458 сотрудников. За это время мы реализовали более 500 проектов. Ну и, конечно, мы являемся частью группы компании Lanit. Lanit, я думаю, вам известен. Крупнейший IT-интегратор в стране. 13 тысяч сотрудников. Занимается всем от айфонов до космодромов. Мы отвечаем за внедрение бизнес-приложений. То есть наши компетенции перечислены там внизу. Это ERP, это CRM, это BI. Есть собственные решения. Например, мы вендор по электронно-торговым закупочным площадкам. Типа Сбербанк АСТ, это наша разработка. Закупки.gov тоже туда же. И Bittrex у нас в практике логично CRM. Немножко про то, как она развивалась. Начали мы работать с 2004 года. То есть с момента выхода Microsoft Dynamics CRM на российский рынок. За это время планомерно карабкались наверх. Дошли там до топ-3 партнеров. И в 2014 году встретили жесткое сопротивление на всех тендерах. Прям активно начали проигрывать сделки. Начали присматриваться к другому вендору. Потом, соответственно, у нас подключился еще SAP Cloud for Customer. Ну и наконец, собственно, мы видим, что Bittrex нас везде вышибает. Коллеги, трудно конкурировать с тем, что стоит 0 рублей. В итоге мы дошли до… И началось все, конечно, у нас, коллеги, с крупного проекта, с МАЭКа. Если говорить про то, что сейчас представляет из себя департамент CRM, то это 140 сотрудников, коллеги. У нас крупнейшая практика в СНГ именно по CRM. И мы всегда позиционируем себя как мультивендорного партнера. Это, как говорится, и прелести, и своего рода ограничения. Значит, как же мы постепенно вот к этому вот пришли? И раньше все вендоры нас обходили стороной. Говорили, оу, Norbit, Microsoft Only, даже к ним ходить не будем. Но мы поняли, что для того, чтобы оставаться в рынке, ну и, конечно же, знаете, выполнять планы нашей группы компаний, потому что, когда вы в холдинге, это, конечно, круто. Вас всегда поддержит, у вас широкая линейка. А с другой стороны, приходят, так вот к вам начальник и говорит, Николай, плюс 30% к плану на следующий год. И на следующий так он приходит, и на следующий. И это вечная такая какая-то работа в долг. Ты всегда не успеваешь. Поэтому мы начали расширять линейку. И как же мы к этому подходим? Но прежде всего, как мы смотрим на то, что пора? Когда мы начинаем встречать вас на конкурсах? Когда мы встречаем вендора с хорошими партнерами, уверенными, которые производят впечатление на клиента? И, соответственно, с этим трудно уже работать. Когда мы видим, что вендор активно вкладывается в маркетинг, то есть он у всех на слуху, постоянно про него спрашивают. А вот с этим как, если сравнить? А что лучше и дороже? Конечно, зрелость решения – это очень важно. У нас есть архитектурный комитет, на котором мы рассматриваем потенциальных партнеров, на которых мы смотрим решения, проводим презентации с ИЛАМ, и в дальнейшем принимается решение на уровне топ-менеджмента о необходимости включения в продуктовую линейку. Ну и, конечно, коллеги, нас всегда заботит ощущение мира от наших текущих вендоров, потому что, ну, не будем, как говорится, скрывать правды, да, Microsoft сейчас с бизнес-приложениями нелегко на российском рынке. Если говорить про принципы того, как мы наращиваем компетенции, то, собственно, у нас есть там шестишаговая программа. И, конечно же, помимо того, что у нас есть материалы, есть отличный сейлс-тим, порядка 25 сотрудников, есть, соответственно, сам ланит, который нас продает, нам всегда нужны надежные партнеры. Поэтому отчасти я здесь, коллеги. Мы готовы дружить, хотим дружить, давайте общаться. Относительно наших работ внутри команды, собственно, там построены определенные методы управления и расширения проектной команды. Мы работаем и с аутсорсом, и, конечно же, развиваем собственные практики. Ну и, конечно, нельзя не сказать пару слов о нашем любимом вендоре. Коллеги, почему же мы выбрали Bittrex? Потому что, ну, чисто мое мнение, я считаю, что в течение следующих трех лет вы выползете гораздо выше, чем вы сейчас. То есть это будет решение совершенно другого класса. Его доступность и его массовость, она в том и, ну, как… В этом и прелесть, в том, что сейчас компании малого и среднего бизнеса бесплатно начинают им пользоваться. Через три года это будет средний и крупный бизнес. Ну, если у них все попрет. Поэтому они будут этим пользоваться и расширять. Ну и, конечно, коллеги, как же теперь мы с этим живем? Вот хотелось рассказать немножко про отличие вендоров. Вендор сам по себе структура сложная. Во многом зависит от того, какую политику избрал вендор для того, чтобы войти на российский рынок. Во многом это, конечно, накладывает отпечаток на то, с какой платформы они заходят, как позиционируются на рынке, какие активности проводят. Но все всегда упирается в людей. Мы работаем с адекватными людьми. Если вендор нас слышит, то мы, соответственно, можем найти с ним точки взаимодействия. Есть вот, знаете, такая простая ситуация, когда вот к нам приходит новый вендор и спрашивает, слушайте, а вот мы же конкурируем. Вот там есть там Microsoft, Microsoft, а как же мы? Мы говорим, коллеги, ну давайте по-простому. Кто первый пришел, того и тапки, несите нам лиды. И тогда все, мы будем идти с вами. Потому что преимущество, одно из преимуществ работы мультивендорного партнера, то что вы приходите к клиенту и продаете экспертизу. Вы не продаете решение, вы говорите, господа, мы то, что вы хотите, делали 200 раз. Нам не важно, будет это там то, сего, пятое, десятое платформу, это вы с вендором решаете и скидки у него там выбиваете. Мы для вас пришли решать задачу. И это действительно работает. Это производит благоприятное впечатление. Ну а мы уж, давайте откровенно, можем в сравнении нарисовать любое. Поэтому, коллеги, продавайте экспертизу. В первую очередь растите у себя отраслевые экспертизы, набирайте специалистов, которые понимают, что такое кредитный конвейер в банке, что такое организация правильного документа оборота, что такое, я не знаю, медиаплан в медийке. То есть когда вы говорите с бизнесом на их языке, они вас понимают, вам доверяют и выбирают именно вас. Вне зависимости от того, по 3 500 в час без НДС или по 4 без НДС. Поэтому выбор за вами. Одной из важнейших на самом деле задач, коллеги, у нас является задача HR. Людей не хватает всегда. Мы очень быстро растем, причем не только там по направлению CRM, по всем остальным тоже. Этим приходится заниматься. Поэтому найти кадры сейчас на рынке – это большая проблема. Вот на самом деле нам везет с битриксом, потому что людей много, технология достаточно распространенная и полезная. Это вам не абаперы для SAP, которых хрен найдешь, или тот же самый террасофт. Но тем не менее, для того, чтобы ваши проекты имели финансовую эффективность, для того, чтобы ваш показатель в FOTFR был приличным и на уровне, вам необходимо растить качественных специалистов. Поэтому здесь проводите работы. Мы со своей стороны проводим работы в вузах, организовываем стажерские программы, ну и, конечно же, планируем карьерные цели с каждым сотрудником. Вот такая, коллеги, коротенькая презентация. Я постарался вас сильно не утомлять и 5 минут на вопросы. Добрый день, Николай. Так в итоге дар или проклятие? Знаете, я считаю, что это дар. Потому что когда ты заходишь так к клиенту, и что ты хочешь с CRM, у меня их 5, 6, выбирай, какой ты хочешь. Это все-таки дар. Этим удобно, но этим удобно пользоваться, но сложно управлять. А как тогда бороться с возражениями? То, что вы и там, и там, и там, значит, вы нигде не эксперты. Везде по чуть-чуть. А здесь как раз, коллеги, решает понимание бизнеса клиента. То есть мы продаем бизнес-консалтинг. Мы начинаем, например, с предпроектного обследования. Говорим, коллеги, давайте мы опишем BRD, поставим задачу, определим бизнес-цели. Это мы решали у лучших практик вот так, у вашего соседа вот так. А, соответственно, платформу давайте выберем по деньгам и по родмапу развития. Считайте TCO. Еще вопросы. Бывают ли такие предложения, что по итогу вы несколько платформ клиенту предлагаете, и каким количеством вы ограничиваетесь? Смотрите, коллеги, здесь все зависит от того, как вы выстроите работу непосредственно с вендором, потому что у нас очень простая политика. Мы выбрали следующее, что если нам вендор приносит лид, то мы всегда отстаиваем одного вендора. То есть мы вот прям костями ляжем и скажем, что он лучший. Докажем это самостоятельно. Если мы сами зашли в клиента и мы приносим лид, то мы всем вендорам говорим, мы вольны выбирать. То есть здесь уже непосредственно мы говорим, вот смотрите, здесь подороже лицензии, но получше платформа, здесь подешевле лицензии, но ограничения в настройках, ну и так далее. То есть мы можем подать несколько коммерческих предложений на разных платформах для того, чтобы показать широту размаха. Да, да, потому что консалтинг, ну давайте честно, плюс-минус будет одинаковый. Добрый день, вопрос следующий. Подскажите, пожалуйста, как внутри обучаете бизнес-аналитиков, которые, ну откуда берется компетенция сразу пяти CRM? Вот вопрос такой. Понятен, да? Да, понятен, коллеги. Смотрите, если говорить про устройство департамента CRM, то у нас есть руководитель департамента, есть директор по развитию бизнеса департамента. То есть это один за производство, другой за продажи. Соответственно, у руководителя департамента есть несколько руководителей направлений. То есть есть направление терсофта, есть направление микрософта, есть направление битрикса. Соответственно, есть отдельное направление сапа. Это, по сути, как дополнительные департаменты внутри департамента. Есть возможность перемещения людей, если, например, это дотнетчики, разработчики. То есть в этом нет проблемы. А вот с точки зрения обучения консультантов сначала, конечно, приходится развивать стажерские программы, учить консультантов непосредственно с нуля для того, чтобы у них выработались и правила того, как правильно провести анализ, как вести протоколы, как составлять документацию. Если говорить про возможность именно перестановки аналитиков внутри направлений, то такая опция у нас тоже есть, и она в большей степени связана с карьерными целями. То есть человек может устать, например, заниматься только битриксом или только террасофтом. Мы говорим, слушай, а давай ты попробуй себя, ты такой вот классный ведущий. И это тоже помогает удержать кадры. Примерно такая политика. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вкратце, как у вас происходит в принципе первая встреча с клиентом, первые касания? То есть вы приходите уже с каким-то сравнением. Какую информацию вы вычленяете для того, чтобы понять, с чего, в общем, начинать свое предложение по платформам? Любая встреча с клиентом начинается вопрос, а сколько денег у тебя есть, дорогой? Потому что если у него денег нет, ну давайте честно, огромная практика, прокормить трудно. Мы не можем себе позволить проекты меньше хотя бы трех миллионов рублей. Мы начинаем, собственно, с общения того, что коллеги, какие рамки бюджета, какие сроки. Начинаем именно общение с ограничений и в дальнейшем переходим в этап сбора функциональных требований. То есть мы всегда отталкиваемся от того, что вы хотите и как вы планируете это использовать хотя бы следующие два года. На основании этого говорим так, ну слушайте, у вас тут такая сложная интеграционная схема, вам как бы нужны проверенные решения, вот вам, короче, там Bittrex, вот вам Microsoft. Приходим на производство, они говорят, а у нас SAP стоит. Мы говорим, братиш, у тебя наверняка уже лицензии в подарок, давай ставить SAP. Вот, то есть здесь в зависимости от ситуации трудно выделить что-то прям конкретное. Николай, здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как вот преодолеть такую проблему, как каждый раз, как в первый раз, то есть для начинающей студии, то есть когда бизнес-экспертиза еще не накоплена, как таковая, то есть, допустим, читая того же McKinsey, там говорят, да у нас там база знаний уже за 20 лет накоплена, мы любой кейс можем решить. Вот как у вас это накапливается, какая-то база, или вы берете готовых экспертов, которые заходят и говорят, допустим, мы там в производственной компании знаем все вдоль и поперек, мы просто берем, ставим, он решает готовый кейс, чтобы вот с ноги дверь клиента открывать, действительно зайти, сказать у соседа так, а вот тут так, потому что тут у нас проблемы, мы каждый раз вот заново-заново все это проходим, наверное, это велосипед. Как тут? Да, Евгений, отвечу на вопрос. Вот давайте лучше я сперва вас спрошу, а вы, получается, каждый раз в новую отрасль заходите? Такое случается. Ну, понятно, когда вы на именно этапе роста, конечно, вы пробуете найти свою отрасль. Рекомендуем в первую очередь выбрать определенную специализацию, например, наша специализация всегда была в СРМ-департаменте, если говорить. Это были банки страховые, это были сервисные контакт-центры. То есть мы начали, сделали коробочное решение, пошли с ним по всем банкам. То есть у нас очень много клиентов в FCI-сегменте. Если говорить потом, то мы, собственно, подхватили этап меди, потом подхватили этап спорта, потом подхватили отрасль производства. То есть компетенции наращиваются вместе с проектами. Покупать специалисты, именно эксперта отраслевого, ну это дорого. Готовы платить 250 плюс? Не готовы. Соответственно, растите компетенцию в рамках реализованных проектов, определитесь с отраслью. Когда вы пытаетесь везде, не получится, конкуренция слишком большая. То есть реализовав фраз какой-то крутой кейс, он просто наращивает наращивание. Конечно. Ну, как бы давайте так, коллеги, вот у кого есть в линейке коробочные решения? Вот коробочные. Кто-нибудь там вот отраслевые какие-нибудь решения делал? Вот отраслевые. Да, вот давайте честно, когда вы приходите к клиенту и говорите, а у нас есть коробочные, какой эффект? Хороший. А когда надо внедрять, вы используете это решение? Или насколько сильно вы переписываете? Ну да, да. То есть давайте так, это в большей степени маркетинговый инструмент. То есть вы показываете успешный кейс, говорите, мы понимаем, что такое медийка, допустим, да? Говорите, у нас есть коробка, а теперь давайте заниматься гэп-анализом и искать отличие нашего решения от вашего бизнес-процесса. Вот и все. Спасибо, Николай. Спасибо, что поделился. Спасибо.